В эти дни в Москве работают политические деятели со всей нашей необъятной родины. В столице проходит 17-й Всероссийский съезд партии «Единая Россия». Традиционно на этом мероприятии политики обсуждают итоги года и планируют работу на будущее. Делегацию от Югры представляют 11 человек. Среди них как руководители регионального отделения партии, так и рядовые члены. Югорские единороссы принимают активное участие в работе дискуссионных площадок. Рассказывают об успехах, которых добились в Югре. Павел Желтов разбирался в политических нюансах. Основную тему 17-го Всероссийского съезда «Единой России» можно обозначить как «что сделано, что еще предстоит сделать». Делегаты обсуждают выполнение партийной программы. Работу разделили по семи тематическим дискуссионным площадкам, посвященным разным аспектам жизни. От образования до сельского хозяйства. Югорчане приняли участие в работе всех площадок. Например, качество государства. Здесь в основном обсудили работу многофункциональных центров. Замечу, что Югра в этом плане значительно выделяется из ряда остальных регионов. В среднем по России работа МФЦ довольно чуть больше 80% граждан. В Югре эта цифра превышает 90%. Кроме того, практически 100% местных жителей имеют доступ к услугам центров. На сегодняшний день Югра этим может на самом деле похвастаться. У нас во всех 22 муниципалитетах есть многофункциональные центры, которым оказываются все и муниципальные, и государственные услуги. Я должен сказать, что буквально сегодня прозвучали новые инициативы партии «Единая Россия». Уже практически принимается в третьем чтении проект закона о том, чтобы, например, при регистрации рождения ребенка не просто выдали свидетельство молодым семьям о регистрации ребенка, а чтобы были разъяснены их права на получение социальных услуг, на получение различных льгот. Работая на дискуссионных площадках, югорские делегаты сравнивают общую по стране ситуацию с тем, что сделано в округе. Например, на площадке «Социальная политика» говорили о критериях благополучия граждан и способах их улучшить. Материнский капитал как механизм стимулирования рождаемости или приравнивание минимальной заработной платы к прожиточному минимуму. Многие меры социальной поддержки в Югре уже опробованы и работают. Это и рынок развития рынка арендного жилья, это и формирование таких же личных программ, которые востребованы населением, это и социальная защита многодетных семей, но что-то получается, что-то не получается. Например, в некоторых регионах вообще нет альтернативы, если не получают долго землю, то они не получают и некий денежный эквивалент этой земле. У нас такая возможность на сегодняшний день есть. Или вот здоровое будущее. В Югре программа работает почти год. Есть определенные результаты и неплохие планы же еще обширнее. Самые главные планы – это здоровый образ жизни, здоровье – это наше будущее. В основном это уже те проекты, которые у нас уже ведутся. Это проект «Доступная среда». И такой проект – это «Берегите мужчин». Это новый проект. Будем заботиться о наших мужчинах. Итоги работы дискуссионных площадок свели в единый отчет о выполнении партийной программы. Подробность с цифрами экземпляр отчета получил каждый делегат съезда. Впрочем, от непартийных россиян его тоже не скрывают. «Единая Россия» является единственной политической партией, которая открыто отчитывается о выполнении своей программы. И делает это не от выборов к выборам, но и в межвыборный период. Естественно, программа будет актуализирована, будет сшиваться с программой кандидата на выборах президента, потому что мы проводим съезд в преддверии очень важного электорального цикла. В эти минуты проходит главное событие съезда – пленарное заседание. На нем уже в присутствии высшего руководства партии подводят промежуточные итоги выполнения программы. А также планируют работу на будущий год, ознаменованный важнейшим событием – выборами президента страны. К слову, югорчан в сентябре ждут еще одни выборы в представительные органы власти, городских и сельских поселений. Павел Желтов, Леонид Чемляков, телерадиокомпания «Югра», Москва.